здравствуйте друзья много пишет всякого о том как пандемия влияет на жизнь страны и вот в частности вы знаете тут много разговоров там вот деньги не хватает денег заплатить за это заплатить за то стимуляционные пакеты и так далее и вот прочитал я сегодня материал интересное где рассматривается как за вот эти там 6 месяцев пандемии как люди тратили деньги точнее смотрится на то как они их накапливали есть такое понятие называется disposable income disposable это вот те деньги которые у тебя остались и ты можешь потратить как хочешь то есть из-за жилье заплатил там за электричество заплатил зато за все заплатил вот осталось вот что делать так вот вот этот disposable income и до пандемии только 10 процентов вот этого disposable income в стране что на накопление только 10 процентов ну то есть есть люди которые сами понимаете да они на кредитных картах живут там никакого дохода не хватает но это отдельный разговор но в целом по стране 10 процентов в апреле месяце в апреле месяце это было уже 30 процентов друзья представьте себе люди отложили в трое больше денег чем они обычно откладывают и дальше начинают смотреть а кто эти люди вообще которые откладывают особенно те кто интенсивно откладывать что за люди таки выясняется что две категории людей одна категория это те кто победнее другая категория это те кто побогаче значит те кто побогаче их можно понять им трудно жить сейчас потому что они привыкли там на выходные конец там в европу летать или там вот тут там в африку любовь пострелять давайте невозможно потратить деньги за ней восстанавливаем летает первым классом там останавливается хороший гостиниц там по тысячи две три ночи там этот но негде потратить деньги реально я уже не говорю там рестораны тоже разные бывают рестораны бывают там за полтинничек сходишь а бывает и за 500 там по всякому но я не выпендриваясь так если короче где люди которые имели хороший доход и в общем-то получали удовольствие от жизни посредством расхода каких-то средств там в зависимости от разных категорий там дохода и так далее там есть люди которые экономят там скажем 300 долларов в месяц есть такие которые экономят там тысячу две три пятнадцать двадцать тысяч в месяц экономит не то что специально экономит но некуда потратить правда да там же не только путешествия или допустим рестораны но даже одежда вот так ты допустим ходишь куда-то дайте надо все время поддерживать какой-то вот уровень особенно люди которые корпоративные знать там положено там там народ разбирается и в брендах и этого года модель или прошлого там не просто все но а куда тратить вот понимаете люди как бы замерли деньги ну и соответственно откладывать плохо в этом то что эти деньги не попадают в экономику понимаете потому что мы все остальные ну мы как бы вы я там мы все мы все может рассчитываем на их деньги да если по не пошли эти деньги потратили эти деньги неминуемо пришли бы к нам от нас они пришли бы еще кому-то потому что получив их мы бы да сами помните тоже пошли потратили и так далее значит вот такая вот история это богатые их особенно жалко следующее да вот вторая категория это люди бедные ну относительно бедные настолько бедные что им выдавали вот эти вот 600 долларов в неделю плюс эти стимуляционные чеки да там независимо от того как ты там тратишь и не тратишь на вот тебе там ну скажем на семью там из четырех человек да вот там два взрослых двое детей вот тебе там три с половиной тысячи приличные деньги так просто так вот вот они тоже плохо было они не то что пострадали как-то и далеко не все пострадали поэтому дали деньги мало чего отложили и вот это вот эти а те которые реально потеряли работу многие потеряли работу так что пособие по безработице им даже в общем то как бы давала больше денег чем они зарабатывали реально это же 600 долларов в неделю федеральных а у них же еще обычное пособие по безработице взять и там короче вот эта категория людей сильно накапливал другое дело что все это продолжалось до конца июля и соответственно в августе там и дальше они наверное начнут эти деньги тратить но во всяком случае они интенсивно накапливались вот именно в той категории которая получала вот эти все стимуляционные там денежки и по безработице и так далее такая вот такая интересная история в тавасе так что друзья мы продолжаем наблюдение так за последствиями и приколами пандемической экономики я вам буду потихонечку рассказывать я для этого читаю всякую ерунду смотрю еще люди рассказывают и если нахожу что-то занятным я помыла ты тоже передаю так что вот друзья я думаю что в этом видео мы должны посочувствовать тем людям которые не могут потратить деньги в силу того что не нужно и в общем советовать им все-таки эти деньги тратить потому что в общем то мы все заинтересованы и и тут еще момент вся экономика вся страна заинтересована не лично миша портнов там господи мне их деньги то зачем еще интересный момент на 25 процентов на 25 процентов людей которые получают больше да как бы это сказать самые высокооплачиваемые в стране да если взять 25 процентов людей которые получают больше доход на семью в стране вот эти 25 процентов на них приходится 57 процентов 57 то есть более чем вдвое всех денег которые сэкономились на счетах в банках вот за время пандемии еще раз 25 процентов людей на них пришлось 57 процентов всех дополнительно сэкономленных денег то есть 25 процентов это далеко не самые богатые это в общем не так сложно попасть в эти 25 процентов на самом деле то есть скажем любой любой человек там инженерной профессии он уже там и надежно там такая история все друзья счастливо и до новых встреч